Владимир Путин только что сделал строгое предупреждение Польши, даже не думая о вторжении в Украину с целью захвата западной части страны. Теперь, когда Украина превратилась в кладбище, а Зеленский теряет благосклонность Запада, что будет с Украиной, когда все это закончится? Так что же происходит в Польше прямо сейчас, что так сильно разозлило Путина? Давай выясним это, потому что у нас сегодня важный день, когда президент Польши только что объявил о проведении парламентских выборов в октябре. Майк Крупа, польский журналист и историк, ведущий телеканала ВОУТОМ ТВ. Он очень подробно освещал эту историю. Сегодня он присоединился к нам из Польши. Что происходит в Польше, Майк? Неужели Польша хочет вторгнуться в Украину? Хочет вторгнуться в Беларусь? Всем привет. Привет, Клейтон. Как здорово вернуться сюда. Во-первых, с моей точки зрения, с точки зрения того, как я вижу внутреннюю Польшу, я как бы тонко ориентируюсь во внутренней стороне польской политики. Так вот, я знаю, что в интернете ходит много разговоров и слухов о том, что Польша действительно хочет сделать интервенцию в Украине и Беларуси. На мой взгляд, это произойдет не раньше 15 октября. Так вот, в начале программы вы упомянули, что польский президент буквально всего несколько минут назад Андре Дуда объявил в своем твиттере, что он призвал провести выборы 15 октября, то есть в воскресенье. Так что теперь мы можем воспринять это как сигнал о том, что они хотят побыстрее провести выборы, чтобы иметь возможность въехать в Украину после 15 октября. Но даже в этом случае я бы не сказал, что они предпримут что-то опрометчивое до 15 октября. Небольшая перестрелка на границе между Польшей и Беларусью. Кстати, на прошлой неделе местные жители одного города, расположенного недалеко от польско-белорусской границы, обнаружили, что несколько белорусских вертолетов действительно вторглись в польское воздушное пространство. Так что это было незаконное вмешательство. Очевидно, что белорусская сторона утверждает, что ничего подобного не произошло. Кроме того, в Польше усиливается кампания по нагнетанию страха, в ходе которой правительство утверждает, что группа Вагнера, которая в настоящее время перебазирована в Беларусь в составе 8 человек, собирается каким-то образом вторгнуться в Польшу. Так что я воспринимаю это как часть предвыборной кампании, где много нагнетают страх. Ты прав. Но в слухах о том, что Польша вторгается в Белоруссию и Украину, я не нахожу ничего существенного из тех источников, которые я слышу. Я думаю, что предупреждения, которые исходили от Путина в Кремле и во время той знаменитой дискуссии, которую он провел с Лукашенко несколько дней назад, были предупреждением сами по себе, в основном о том, что до них могут доходить слухи, поступающие из разведывательных источников в Польше. Я не думаю, что хоть один здравомыслящий человек в Польше, даже проукраинская оппозиция в Польше и проукраинское правительство, на самом деле говорят общественности, что мы даже подумываем о том, чтобы войти в Беларусь или Украину, что само по себе является хорошей вещью в Польше. И я с тобой согласен. Сама мысль о том, что группа Вагнера собирается вторгнуться в Польшу, в страну НАТО, была бы безумием. Но, конечно же, именно это имеет в виду Путин, не так ли? Ты член НАТО и собираешься вторгнуться в Украину. Этого мы не потерпим. Так что, похоже, Украина скоро превратится в поле битвы. Кроме того, несколько дней назад произошла размолвка между польским правительством и украинским правительством, помимо белорусского аспекта. На самом деле, за несколько дней до этого в одном крупном польском новостном издании появилось сообщение о самом влиятельном политическом лидере Польши, Ярославе Качинском, который возглавляет партию «Право и справедливость». По-видимому, несколько его советников говорят ему, «Знаешь что? Я думаю, что нам следует смягчить проукраинскую позицию, потому что конфедерация оппозиционных партий, представляющая собой конгломерат либертарианских националистов и католических традиционалистов, действительно решительно выступила против этой очень проукраинской позиции, которую в настоящее время представляет Варшава. И они сказали Качинскому, что нам нужно смягчить риторику и акцент, так что внезапно мы стали свидетелями смены настроя со стороны правительства, когда они говорят, «Кстати, украинцы, будьте более благодарны за то, что мы вам даем». Это было две недели назад. Он написал в Твиттере, что за все, что Польша сделала для Киева, мы ожидаем немного большей благодарности. И в ответ из Киева действительно вызвали польского посла в Министерство иностранных дел Украины. Они устроили ему разнос. Затем последовал ответ из Варшавы, где Министерство иностранных дел Польши вызвало украинского посла, и они приступили к делу. Таким образом, официально между Польшей и Украиной происходит небольшая ссора, потому что украинцы недовольны тем, что Польша хочет заблокировать доступ украинского зерна на польский рынок, что фактически приведет к гибели наших фермеров. Хочу напомнить, что на сегодняшний день большинство польских фермеров голосуют за правящую партию. Так что правящая партия знает, откуда исходит ее поддержка. Она исходит из провинции. Во многих отношениях она исходит от фермеров. Так что прямо сейчас существует напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, не говоря уже о напряженности между Польшей и Беларусью. Так что для многих людей это стало неожиданностью. Хотя я бы не решился сказать, действительно ли это правдиво, потому что если посмотреть на то, что сделало нынешнее правительство с 24 по 22 февраля, то количество вспомогательных услуг, которые мы в основном предоставили Украине, включая военную технику, будет очень большим. Наемники, которым было позволено отправиться в Украину и массово погибнуть. И это только верхушка айсберга. Есть много вещей, о которых мы не знаем. Я хочу спросить тебя об этих выборах. Мы, конечно же, уже говорили здесь об огромном количестве украинских беженцев, которые хлынули в Польшу миллионами людей. И я не знаю, каково их нынешнее число. Ты можешь назвать нам это текущее число, но я думаю, что в то время оно составляло миллионы. Многие ли из этих беженцев вернулись в Украину или все еще находятся в Польше? И как это повлияет на избирательный ландшафт? Большинство украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля, все еще находятся в Польше. Так вот, если добавить это к тем украинцам, которые уже были здесь до войны, а их было около полутора-двух миллионов, то я бы предположил, что прямо сейчас в Польше находится примерно по оценкам, проживает около 4 миллионов украинцев, я говорю не о нелегалах, которые находятся здесь. И я думаю, что это довольно точное число. Но прямо сейчас мы видим усталость польского электората от Украины. Это уж точно. Именно поэтому ты наблюдаешь, как меняются отношения двух стран с их правительством. Потому что до сих пор любой, кто высказывал другое мнение об украинско-российской войне и украинско-польских отношениях в их нынешнем виде, был прав. Так вот, в связи с этой войной, как это называется, российский агент продвигает кремлевские тезисы и все такое прочее. Но совершенно неожиданно правительство выходит и говорит, эй, мы должны поставить Польшу на первое место. Они действительно поставили хэштег. Все правительственные чиновники-министры, они поставили хэштег Польша на первом месте, что мы должны занять жесткую позицию в отношении Украины. Так что усталость от Украины ощущается очень сильно. Если бы вы поговорили с любым типичным польским избирателем на улице и спросили его, например, должны ли мы продолжать оказывать помощь, не следует ли нам привлечь в Польшу еще один миллион украинских беженцев? Каждый из них скажет тебе «нет-нет». И совершенно очевидно, что они скажут «нет» любому польскому военному вторжению в Белоруссию и особенно в Украину. Теперь можно только гадать, как это отразится на голосовании. Но одно можно сказать наверняка. Все опросы общественного мнения показывают, что Польша устала от Украины. Все опросы показывают, что уровень поддержки привлечения украинцев и украинских эмигрантов значительно снизился с примерно 80% до чуть менее 50%. И у нас определенно нежелание участвовать в каком-либо польском военном вторжении в войну. Так что, к счастью, общественное мнение открывает на это глаза. Я боюсь, что для многих вещей может быть уже немного поздно, но знаешь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Как ты думаешь, что произойдет после 15 октября? Если до этого времени не будет вторжения в Украину или вторжения в Беларусь, а выборы начнутся и пройдут. Что произойдет после октября? Как ты знаешь, в Польше есть такая фраза. В Польше эта фраза звучит так. «Польша от моря до моря» — популярная фраза в Польше для тех, кто хочет как бы протянуться от Балтийского моря до самого Черного моря. Неужели это действительно обсуждается на самом деле? Нет, это в основном историческая мифология. Так вот, совершенно очевидно, что когда-то польское королевство правило от моря до моря. Это было еще в 17-16 веках. Но те времена давно прошли. И никто из тех, кто говорит об этом, не хочет вернуть те дни назад. Это похоже на то, как Владимир Путин, по-моему, сказал в 2005 году, что у любого, кто не скучает по Советскому Союзу, нет сердца, но у любого, кто хочет восстановить Советский Союз, нет мозгов. Так что здесь, в Польше, мы мыслим одинаково, по крайней мере, как иррациональные люди. Мой сценарий проведения выборов выглядит следующим образом. Я думаю, что нынешняя партия — закон и справедливость, если только не разразится какой-нибудь грандиозный скандал. Или не появятся какие-то записи, например, или какие-то другие скандал, становятся достоянием общественности, потому что, я думаю, они собираются победить на выборах. Им не удастся победить в них с большинством голосов. Они собираются одержать незначительную победу. И им придется начать переговоры, возможно, с конфедерацией или крестьянской партией о создании коалиционного правительства. Так вот, по моему мнению, из-за расхождений в тенденциях в этих двух партиях, это будет только техническое правительство до какого-то момента. И по состоянию на сегодняшний день я бы предсказал, что в течение полутора, максимум двух лет, у нас будет еще один раунд парламентских выборов в Польше. И эти выборы будут иметь более серьезные последствия. Потому что прямо сейчас, в условиях войны, я не думаю, что мирные жители совершат что-то опрометчивое, как я уже говорил, до 15 октября. Но цифры просто не позволяют им получить большинство голосов, как это было в 2015 году и в 2029 году. Так что я прогнозирую 90% вероятность того, что будет сформировано коалиционное правительство. И коалиционное правительство, скорее всего, будет состоять из партии конфедерации. Но в конце концов, в партии конфедерации есть две фракции. Одна из них хочет заключить мирную сделку, и они явно стремятся к этому. Очевидно, что мир — это закон и справедливость. А другая, более жесткая и реалистичная, о которой я уже упоминал, Джигаш Браун не хочет вступать в какую-либо коалицию с законом и справедливостью. Они хотят объявить Польшу вне закона и добиться справедливости за то зло, которое, по их мнению, она причинила Польше за последние пару лет. В том числе за то, что она была послушным клиентом режима Байдена в связи с войной на Украине. Так что будет интересно посмотреть, что из этого получится. Это очень увлекательно, очень увлекательно. Сейчас эта страна играет очень важную роль во всем этом геополитическом ландшафте, особенно в связи с войной на Украине и тем, что там происходит. Большое тебе спасибо, Майк. Как всегда, рад тебя видеть. Ты очень проницателен. Это потрясающая проницательность. Большое тебе спасибо, Майк. Мы действительно благодарны тебе за то, что ты присоединился к нам. Спасибо вам, ребята. Надеюсь, скоро увидит тебя. Береги себя.